Мир вам, братья и сестры! И сегодня я хотел бы говорить на тему, так ее назвал, Христос, Церковь и Я. Эта тема должна ответить на вопрос, возможно ли мои взаимоотношения с Богом без взаимоотношения с Церковью. Вот так звучит вопрос, на который я хотел бы отвечать. То, о чем хотелось бы говорить, это библейское основание тому, как мы можем иметь отношение с Богом, и должны ли обязательно иметь отношение с Церковью. И некоторые практические моменты, будем говорить о причинах, почему человек не желает иметь отношение с Церковью. Мы будем говорить об отношении к помазанникам, которые Господь поставил направлять Церковь. Итак, Христос сказал однажды такие слова. «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы знаем, что когда мы идем к Господу, наша цель – поселиться там у Него в небесах, вечно Его познавать и перед Ним преклоняться. И дорога очень опасная, очень много препятствий. И я не думаю, что хотя бы один из людей или даже из христиан до конца понимает, насколько хитер Сатана. Никто из нас не способен этого до конца постичь, нам в принципе это и не нужно. И даже Адам и Ева, у которых мозг работал на 100%, вы знаете, что ученые говорят, у нас он на 3-4%, и у самых лучших и умных из нас на 7% работает. И Адам и Ева, я верю, что если Бог создал их только, и они еще не были испорчены телевизорами и интернетом, то мозг у них работал на 100% академический ум, то есть все, что Бог там создал, все эти капилляры, кровоснабжения, нейроны, все работало как надо. И животных проводят перед Адамом, он дает им названия, все, ассоциации какие там и так далее, всю биологию провел, все было полноценно. И даже таких людей, таких людей Сатана провел очень быстро вокруг пальца, обманул и Адама, и Еву. Так чего сегодня говорить о нас 3-4% людях? Единственное, чего нам остается, чтобы пройти все эти хитрости, нам нужно крепко держаться за руку Господа. Мой ребенок не знает всех опасностей, которые встречаются на улице, в дорожном движении, когда ты идешь мимо лифтов, когда идешь мимо кустов в темное время суток, он не знает, что происходит в этом мире, но ему достаточно держаться за руку родителя, за руку отца, чтобы более-менее благополучно пройти это все. И Господь сегодня не желает, чтобы мы вникали в хитрости дьявольские, Бог не желает, чтобы мы познавали Его ум, Он желает, чтобы мы познавали Господа и держались крепко за Него. И в этом наша безопасность. И как нам узнать, что мы держимся за руку Господа, это не просто я сказал, что я держусь за Него, но это должно практически подтвердиться. И то, что мы держимся за руку Божию, мы узнаем из того, когда доверяем священному Писанию. И вот одна из очень хитрых уловок сатаны, который хочет оторвать человека от Господа, заключается в том, чтобы оторвать этого человека от церкви. Сегодня эта проблема очень актуальна. Дело в том, что несколько десятков лет назад прохожая на улицах, никто не признавался и не говорил и не думал, что он верит в Господа. Когда мы, будучи еще маленькими детьми, так во дворе разговаривали со своими друзьями о Боге, и говорили, что мы верующие, они говорят, ну как вот так вот вы говорите, что Бог есть? Идет там чья-то мама, говорит, мам, они говорят, что Бог есть. Есть Бог или нет? Она говорит, конечно нет. И я знаю, что сегодня многие мамы скажут, конечно есть. Ситуация сменилась. И атеиста сегодня нужно еще найти с фонарем днем, чтобы разыскать и пожать руку в сердце города Перми настоящему атеисту, который говорит, что Бога не существует. Это уже экземпляры, редкие экспонаты. И сегодня верующие люди, это такая удивительная фракция, что ли, в населении. Это люди, которые говорят, что есть Бог, и что Библия это авторитетная книга, а в школах преподают эволюцию, учат ее и верят в нее. Это все очень хорошо как-то сочетается. А в людях верить в Бога, говорить, что Библия это книга достойная доверия, и говорить, что мы произошли с вами от шимпанзе. Это как бы все уживается. И так как мы живем в этом мире, и вот эти заявления, словесные заявления о том, что я являюсь верующим человеком, ничего сегодня уже практически не значит, и за этими словами в большинстве случаев ничего не стоит. К сожалению, мы подобную картину можем находить и в христианской среде. Апостол Ян, может быть, мы отдельно как-то будем об этом говорить, говорит о заявлениях, которые произносят верующие люди. Кто говорит, что имею общение с Богом, кто говорит, что пребывает во свете, кто говорит, что любит Бога и так далее. И дальше Ян взвешивает этих людей и показывает им, что если они так говорят, но в жизни их присутствуют те или иные факторы, их слова в действительности не соответствуют. И вот это очень серьезная ситуация, когда человек сегодня может сделать абсолютно любое заявление. Он может сказать, что он верит в Бога, он может сказать, что принадлежит ему всем сердцем, он может сказать, что доверяет священному писанию на все 100%, он может сказать о том, что нет ни одного уголка в его душе, которое не принадлежало бы Господу, но как это все проверить? И вот эта тема, о которой хотел бы я говорить и рассуждать, она как раз подвергает такой критике или проверке наши отношения с Господом. Бог создал церковь на этой земле для того, чтобы во взаимоотношениях с этой церковью мы могли четко и ясно увидеть наши взаимоотношения с Господом. Невидимые отношения с Богом у человека становятся видимыми через его отношения с видимой церковью. И мы будем смотреть несколько мест священного писания, где Господь буквально плотно, очень тесно привязывает отношение человека к его людям, к его народу и этим выражает отношение к самому Господу. Перед тем, как буду читать эти места, я должен сказать, что сегодня есть таких два крайних положения, когда, с одной стороны, некоторые люди не считают нужным принадлежать церкви или иметь отношение с церковью, или, допустим, они когда-то их имели и потом потеряли, и в этом не видят ничего страшного. Они просто говорят, что я верю в Бога, и этого достаточно. Ну, лишился я общения с Божьим народом, но в Бога я продолжаю верить, и мне, в принципе, это хорошо. И другая крайность, когда человек настолько ценит свое место в церкви, что когда оно уже даже ему не принадлежит, к примеру, по причине греха, он всеми силами пытается сохранить права члена церкви. То есть первый человек, который вообще не считает нужным, чтобы иметь отношение с христовым народом, это есть неправильно, и вообще положение этого человека под огромным вопросом. И второй человек, который считает, что вот когда он пришел, причастился на вечере, его не отстранили, и несмотря на то, что у него целый вагон грехов и беззаконий за спиной, и я все равно спасенный, Господь меня любит, потому что на членском собрании не объявили, отлучен человек. Это переоценка. Мы не должны думать, что церковь спасает. Церковь – это среда, в которой Бог спасает, но церковь не спасает. И вот этот баланс обязательно должен в нашей голове прийти в порядок, чтобы мы не впадали ни в одну, ни в другую крайность. Конечно, я вообще думаю, что на этом месте находится меньшинство людей, которые ставят под вопрос необходимость отношений с церковью. Но вы знаете, как однажды было записано Евангелие от Луки, так с такими словами. Это Евангелие было написано верующему человеку, которого звали Феофил. И написал его евангелист Лука, историк, врач. И говорит такие слова, начинает это Евангелие. Он ведь не знал, что потом миллиарды людей будут его читать. И начало такое очень личное, что я, достопочтенный Феофил, решил, вот как многие начали уже излагать повествования о известных между нами событиями, решил я тщательно все исследовать и написать об этих событиях, чтобы ты узнал твердое основание в того учения, в которое ты уверовал. Удивительно, что Феофил был уже верующим человеком, и как бы задним числом ему нужно было узнать основание учения. Обычно основание – это то, с чего начинают, так ведь? И основание – это то, с чего человек начинает строительство дома, или бизнес, или свою работу, или семью, и так далее. Мы понимаем, что это самое начало. И вдруг здесь евангелист Лука пишет Евангелие с целью, чтобы человек узнал основание. Представьте себе, вы купили дом, и потом вызываете комиссию, заплатили там 5, 10, 15 миллионов рублей. Вы знаете, давайте проверим фундамент. Не познавато ли? Как вам кажется? Вроде бы познавато. Но в духовном мире происходит нечто. Когда Бог открывается человеку, это происходит сверхъестественным образом, через то, что называется откровением. И человек прямо от Господа получает внутреннее убеждение, что здесь есть Господь, и это та дорога, которая должна идти. Так или нет? Мы еще не знаем разных богословских наук, мы еще не изучали Библию, может, мы ее вообще никогда не читали, но, как сказал однажды апостолу Петру Иисус Христос, такие слова, «Не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец мой, Сущий, на небесах». И благодаря этому откровению спасено большинство находящихся на этом месте. Не благодаря умозаключениям, не благодаря сложным анализам, не благодаря убедительным логическим доводам, но однажды Господь открылся нам, и нам стало ясно, что есть Бог, и Он желает иметь с нами отношения. Слава Ему за это! Но для того, чтобы с этого места мы потом не могли быть врагом сдвинуты, порабощены, угнетены, нам нужно знать основание и на нем стоять. И в духовном мире, если мы хотим созидаться, уже после того, как начаты наши взаимоотношения с Господом, нам нужно продолжать узнавать это основание. Если даже сегодня вы находитесь на этом месте, слушаете проповедь и говорите, «Она для меня не актуальна по одной и той причине, что я всегда знал и верил, что мне нужно иметь отношения с церковью, и без церкви я не могу иметь отношения с Господом». Но я хотел бы, чтобы сегодня мы узнали основание, почему это правильно так думать. Может быть, когда-то придет в вашу жизнь кризис, и именно кризис проверяет прочность наших убеждений. Мы могли во что-то верить, и верить с легкостью, но приходит ситуация, когда кажется, что вот-вот кажется, я неправильно думал. И чтобы нам не потерять правильное понимание, нам нужно узнать основание. Первое место описания. Если кто записывает, запишите. Деяние 9, 4, 5. Недавно один брат рассказывал такую историю. У него такая профессия, когда нужно очень тщательно проверять информацию. Этот человек у нас есть в России так называемый Центр апологетических исследований. Всего лишь несколько человек на всю Россию занимаются исследованием культов, то есть неправильных религиозных движений. Они изучают их происхождение, историю, отклонение от священного писания. Все это формулируют и передают информацию христианам. И вот он так, по профессии, значит, такая у него проверочная работа, и он пошел покупать машину. Пошел покупать машину, значит, по-моему, оформлять кредит надо было. Пришел, говорит, в какой-то офис, где-то на шестом этаже какого-то здания. Мне, говорит, так немножко подозрительно стало. Думаю, я с ними буду иметь отношения, там передавать средства, оформлять договор, надо проверить. И он всегда читает, возьмите это себе на вооружение, сертификаты, которые висят на стенах. Вот вы приходите в офис, тут сертификат, там, там висит. Я, говорит, так запереживал, и подошел к сертификату одному, читаю, значит, оказывается, какой-то там медицинский просроченный сертификат висит. Другая бумажка висела, какая-то страховка, абсолютно не имеет отношения к их деятельности, не имеет отношения к тому, что они продают, висят бумажки. Я сейчас с этого момента, я послушал, думаю, тоже буду эти бумажки читать и проверять. Очень интересная вещь. Иногда мы, как христиане, себя обвешиваем какими-то сертификатами, которые не имеют значения, потому что мы не знаем основания. И вот первое место священного писания, которое мы должны для себя понять. Здесь речь идет о гонителе, был такой гонитель, его звали Саввул, потом устал Павлом. Вот это история о поворотном моменте в его жизни, когда он шел в один город для того, чтобы преследовать христиан, садить их в тюрьмы. Я думаю, что Саввул даже их избивал, собственноручно, будучи ревнителем отеческих преданий. И вот встречается ему на пути Господь, Иисус Христос, сверхъестественным образом, видимым для него, для этого человека, и задает ему один вопрос. Саввул, Саввул, что ты гонишь меня? Скажите, этот Саввул когда-то причинял физическую конкретную боль Иисусу Христу во время его жизни на земле? Скорее всего, нет. И скорее всего, он с ним и не встречался. Но почему-то Иисус Христос говорит, что ты гонишь меня. Почему? Потому что он гнал верующих людей. Это четко стих Писания показывает на то, что мы проделываем по отношению к церкви. Это абсолютно в то же самое в духовном мире проделывается по отношению к Господу. И когда Саввул хватал за волосы этих мужчин и женщин, вытаскивал их из домов и бросал в тюрьму, это все он осуществлял конкретно, так говорит сам Господь, в адрес самого Господа. Мы видим свидетельство о том, как плотно связано наше взаимоотношение с церковью, с отношением с Иисусом Христом. Гонящий церковь гонит самого Иисуса Христа. И он может об этом не думать. Апостол Саввул считал, что служит Богу. Иисус своим апостолам говорил раньше, он говорит, что будут люди, которые будут вас убивать и думать, что этим что делают? Служат Богу. Вот это то, чего мы должны с вами опасаться. У нас в голове сформировалось какое-то понятие, что у нас с Богом все хорошо. Мы Бога любим, мы Богу преданы, мы исполняем Его волю, но из-за того, что мы не понимаем, как их проверить, эти отношения, как их сделать видимыми, мы начинаем быть Божьими врагами и Божьими противниками. Вот как опасно сегодня полагаться только на свои иллюзорные восприятия отношений. Вот я думаю, что я люблю Бога. И все. Второе место Священного Писания. Матфея 25, 40. Здесь рассказывается о времени, когда перед Господом предстанут все народы, и Он скажет некоторым людям такие слова. Иисус скажет, «Я был голоден, вы меня не накормили. Я был жаждущим, вы меня не напоили. Я болел, вы меня не посетили». И вот эти люди, которые предстанут перед Ним, очень удивленно скажут, «Иисус, я уже выражусь так подробнее, Ты жил за 2-3 тысячи лет до того, как мы родились. Как мы могли видеть Тебя голодным, больным или жаждущим?» И тогда Иисус скажет, «Что вы сделали одному из наименьших братьев моих, то сделали кому? Мне». Почему Иисус называет нас братьями? В Библии написано, что Он первородный. У нас есть Отец Небесный, у Него есть Сын Иисус Христос, первенец, и мы все Его братья и сестры. И вот Иисус говорит на этом суде, там миллиарды людей будут предстоять, и из них миллиарды знали, думали и верили, что они служат Богу и любят Богу, при этом проповедуя эволюцию. И будучи сторонниками абортов, эвтаназии, законной продажи наркотиков и легализации проституции. И при этом они верующие люди. И вот Иисус там, там не будет долгих разглагольстваний, там не будет аргументов, много разговоров, там будет четко, «Что ты сделал моим меньшим братьям?» Положение вечности будет определяться отношением к Богу, а отношение к Богу определяется отношением к Его меньшим братьям и сестрам. И что это за народ, который является меньшими братьями и сестрами Господа? Скажите мне, церковь, стопроцентная взаимосвязь, нет никаких отклонений. Еще читаем одно место, 1 Яна, 5 глава, 1 стих. Здесь говорится такие слова, «Любящий родившего», с большой буквы написано, то есть имеется в виду Господь, «любит и рожденного от Него». Когда Иисус пришел на землю, Он говорил и не скрывал о том, что является Сыном Божиим. И вот некоторые люди, которые считали, что они любят Бога, ненавидели Иисуса Христа. Иисус говорит им, «Если вы любили Отца моего, то вы любили бы и Меня. И из того, что вы не любите Меня, ясно, что вы ненавидите и Моего Отца». Эти люди никак не могли этого принять. Прошло время, сегодня все поняли, что Иисус Христос – это правильная личность, что это Спаситель и так далее. Но почему-то подобная картина происходит, когда люди имеют отношение с Церковью и ненавидят рожденных от Господа или равнодушны к рожденным от Господа. Любящий родившего, любит и рожденного от Него. Рожденный от Господа – это Церковь. И я могу проверять свое сердце, я могу думать, я повторяю и много раз буду это повторять. Я могу думать, что я люблю Бога. Но если я не люблю рожденных от Бога, Бога я не люблю. Это должно у нас в голове осесть крепко. И апостол Ян приводит интересную логику, которая нам почему-то не вмещается. Он говорит, если ты не любишь брата, которого видишь, как ты можешь любить Бога, которого не видишь? Вот давайте мы с вами рассудим так в простоте своего сердца. Скажите, ведь легко Бога любить так-то на самом деле? Он где-то далеко, при том он очень хороший. Как его не любить? А вот эти вот мои братья и сестры, они все рядышком. И они не очень хорошие. А порой даже очень нехорошие. И как можно сравнивать, что я, если не люблю моего брата нехорошего, то тем более не могу любить Бога хорошего. Не странная ли логика, братья и сестры? Ведь это же понятно, что хороших легче любить. И раз Бог хороший, то я его поэтому и люблю. А вот с братьями и сестрами у меня очень большие проблемы. Просто потому, что они не очень хорошие. Мы в это время в скобках даже не пишем, что насчет меня, я какой. Но на самом деле мы должны, даже если мы не понимаем до конца библейской логики, но если апостол Ян говорит, если ты не любишь брата, которого видишь, то не можешь любить Бога, которого не видишь. Значит, видимого брата любить легче. И мы должны признаться себе в одной вещи. Единственная причина, по которой мы думаем, что мы любим Бога, заключается в том, что мы еще с Ним плотно не соприкоснулись. Мы еще не знаем, что Он может сказать нам. Фарисеям апостол, вернее, Иисус Христос говорит, вы лица Его не видите и голоса Его не слышите. Фарисей были люди, которые закрыли глаза, закрыли уши и говорили, Господи, мы Тебя очень любим. Мы не знаем, как Ты выглядишь, мы не знаем, что Ты говоришь, мы не знаем, чего Ты желаешь, но мы Тебя очень любим. Представляете? Если я приду домой, закрою глаза, закрою уши и скажу, Жена, я Тебя обожаю, когда мои уши закрыты, когда мои глаза сомкнуты, когда я Тебя не слышу и не вижу, Ты просто восхитительна. Перед Мим внутренним взором рисуется та, у которой звезда во лбу, в косе месяц, алая лента губы, брови дугой, лебяжья походка, шея и так далее. Кого я уже люблю? Мне кажется, жена возьмет какой-то инструмент для того, чтобы привести меня в себя, скажет, Слушай, во-первых, ты должен на меня посмотреть, ты что-то уже путаешь, ты уже что-то там смотришь, не то и не туда. Она меня обвинит в измене и правильно сделает, потому что я на нее не смотрю, ее не слушаю, а считаю, что люблю ее. И сегодня человек, который закрыл уши и закрыл глаза, чтобы не видеть и не слышать Господа, сердце захлопнуло, говорит, я очень люблю Бога, на самом деле, внутри у него вырисован какой-то божок, не настоящий, не наш Бог, бескомпромиссный, прямой, который способен боль причинить нашему сердцу для того, чтобы спасать нас. Нет, наш Бог нас не трогает, Он только нас гладит всегда, ласкает, ты хороший, вот все плохие, ты хороший у меня, отличный, тебе дорога в вечность, шоссе, напрямую, попадешь туда, проблем не будешь знать, я тебя люблю, никогда ничего тебе плохого не скажу, я любовь. И вот такого Бога они любят, от того, который им говорит истину, через людей, о которых сам Иисус сказал, слушающий вас, меня, слушает, Луки 10, 16, привязано, опять на 100%, мы сейчас не будем говорить о том, что люди могут это заявлять, опять-таки, неправоправно, любой человек может выйти и сказать, слушающий меня, слушает Господа, это отдельная история, но одно можем сказать, что те, которые заявляют об этом по праву, кого Бог поставил, Иисус говорит, вот этого человека слушаешь, слушаешь меня, мы говорим, Господи, давай напрямую со мной, Бог говорит, нет, вот его будешь слушать, будешь меня слушать, почему я говорю о том, что мы не понимаем, что имеет, значит, взаимоотношение с Богом, Израиль лучше это понимал, когда Бог начал к Израилю говорить напрямую, что они запросили, Моисей, иди ты там разговаривай, ты не дрожишь, ты не падаешь от страха и ужаса, ты не бледнеешь и не зеленеешь, мы все убегаем, ты нам пересказывай, почему они соприкоснулись с Богом, по-настоящему, я не понял, лучше уж пусть нам рассказывать кто-то, а сегодня мы хотим Моисея в сторону убрать, тех, кого Бог послал говорить нам, мы говорим, нет, я имею прямые отношения с Богом, ничего ты там не имеешь, ты еще не встретился, потому что если бы ты встретился с Богом лично, ты бы умолил брат Виктор, встань между мной и Богом, и там разговаривайте, мне потом пересказывай, вот такие иллюзии бывают у нас, братья и сестры с вами, и на самом деле человек, который узнал страх Господень, узнал, кто такой есть Бог, он очень рад, что есть на земле церковь, есть на земле народ, которым он может пребывать в общении с Господом, и Бог через этот народ уже в таком, знаете, как мы смотрим на солнце, или на сварку, одеваем очки, чтобы не ослепнуть, и Бог вот свое слово, через несовершенных наших братьев и сестер, посылает нас, чтобы нас не спалить на месте, понятно нам это или нет? Это милость Божия к нам, что Бог говорит к нам через людей, потому что не можно человеку увидеть лица Господа и остаться в живых, мы же сегодня из-за того, что Бога по-настоящему не знаем, хотим отодвинуть все вот это, через что Бог к нам обращается, эти земные инструменты, эти человеческие сосуды, которые Бог использует, чтобы донести в щадящем для нас варианте слова. Когда Иов умолял Бога, чтобы он поговорил с ним, говорит, Господи, я, конечно, понимаю, что как только ты заговоришь, от меня ничего не останется, вот будь, стань как человек, поговори со мной. Почему? Иов знал Бога. Иов хотел иметь отношение с Господом, и в то же место знал, как Бог велик, и хотел бы, чтобы был посредник, и говорит, ой, если бы был между нами посредник, который положил бы руку на нас обоих. А сегодня это дарованное Богом благо, мы пренебрегаем, это двигаем в сторону. И последний, нет, еще два стиха я хочу вам прочитать, это библейское основание для такого понимания. Захария, 2 глава, 8 стих. «Касающийся вас, говорит Бог своему народу, касается, зеницы ока моего». Мы, не задумываясь, можем причинять боль нашим братьям и сестрам, и при этом совсем не задумываться о том, что мы причинили боль Богу. Бывает так или нет? Почему-то в нашей голове и в нашем сердце вот эта взаимосвязь еще не существует. И для того, чтобы эту взаимосвязь ощутить, давайте мы себе сделаем такой эксперимент. В следующий раз, когда вы захотите что-нибудь перченое братику или сестричке сказать, если у вас есть очки, снимите их, если нет, не надо снимать, и заденьте свой зрачок. Потрите его хорошо. Перцем подсказывает хор. Жесткие методы у хора воспитательные. Дисциплина железная, военная. Да, на самом деле, можно перцем, вы же перченое хотите сказать. Вы же не хотите так к брату прикоснуться? Брат, я хотел тебе кое-что сказать. Я не знаю, мне очень трудно говорить. И тогда, не, мы хотели с перцев. Так сыпьте перец в глаза, правда говоря. И вы узнаете, что вы причините Божьему сердцу. Вся наша жизнь Богом просматривается в том плане или под тем углом, какие наши отношения с Богом. А наши отношения с Богом становятся видимыми через наши отношения с церковью. Все остальное голое, пустые, безобоснованные заявления. Последний стих, который я обещал прочитать, Псалом 15, глава 3. По-моему, написал его Давид. «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Скажите, пожалуйста, кто из вас хотел бы иметь возможность лично увидеть апостола Павла? Все. Рук не надо, вот ваш гул. А Моисея? А Давида? А Яна Богослова? А Гедеона? Ну, прямо мы бы вот сейчас бы объявили по-настоящему, по-настоящему, что там в ДК Светлого, к примеру, приехал Давид выступать. К примеру, я не говорю, что это Махида. В Носан приехал Давид, вот все, кто читали Библию, так интересно, про Голиафа спросить, там уточнить, как по пещерам, какие Псалмы, на самом деле, написал. Нет, как в оригинале текст, там Псалма звучит, разобраться с ним, все вопросики позадавать и так далее. И мы бы туда помчались бы. к настоящему Давиду, мы бы помчались. Но сам Давид почему-то по-другому говорит. К святым твоим, которые на земле, не о героях ушедших. 50 лет пройдет, нашего патриарха возведут святых. Но оказывается, Библия говорит, что уже на земле может быть святым. И нормально, когда у Божьего человека внутри влечение к святым, которые на земле, а не на небе уже. Так легко чтить святых на небе. Просто потому, что мы опять-таки их не знаем. Я думаю, что многие из нас, если бы имели отношение с настоящим Давидом, Моисеем или Иосифом, быстро бы разочаровались. Потому что эти люди бы говорили нам правду в лицо и не сюсюкались бы с нами. Но легко чтить, когда Моисей уже не может нас жезлом своим настичь и перед нашими ногами разбить скрижали и сказать непокорное, сколько вы будете искушать Господа. Он уже это не сделает. Поэтому Моисей хороший человек. А брат Володи меньше как бы. Совсем не то. Я так-то с вами согласен, что не то. Но только иногда, потому что Бог помазал меня быть пастором, надо и послушаться и почтить помазание. Вы знаете, что лет через 50 про меня могут тоже начать хорошо говорить? Да? Будут искать, я вчера перебирался дома, тетрадки старой, рукописи, думаю, сохраню-ка их, кулек забинтуют, потом ведь будут листочки продавать. Брат Володя писал на них, это его почерк. Ученые люди будут разбирать, подделка, нет. Вам смешно. А на самом деле такие вещи могут происходить. И чтобы оставить наследство своим детям, можно запаковать ваши бумажки. Кто знает, что с вами будет через 50 лет. О чем я сегодня говорю? О том, что иметь с реальным человеком отношения сейчас, сегодня, это настоящая проверка наших отношений с Богом. Чтить людей, которые уже ушли и не могут нам ничего сказать и ничего проделать в отношении нас, не воспитать, это уже запоздало почтение порой. И поэтому сегодня вот эти библейские основания, которые я прочитал, хотел бы, чтобы были для нас фундаментом. Я повторяю ключевую фразу. Вся наша жизнь проверяется по нашему отношению к Богу. Все наши отношения к Богу проверяются по нашему отношению к церкви. Это понятно? Это на основании Библии. На основании Библии. Первая часть закончена. Помолимся. Редактор субтитров А.R. Корректор А.Егорова